В 2004 году, это первая фотография, 1 мая 2004 года, 12,5 лет назад, как раз изнутри Новосибирска казалось, что была небольшая группа людей, интересующихся чем-то таким, потенциально возможные участники чего-то такого, Но, находясь в Новосибирске, мы смотрели вокруг себя, видели, что нам хочется продолжать какие-то традиции, заложенные разными художественными группами, московский акционизм 90-х, какие-то группы начала нулевых, группы радок, вдохновившие нас своими демонстрациями, может быть, вы не знаете, скорее всего. В группы радок была такая, вышедшая из, не знаю, школы современного искусства Авдея Тараганяна, где он своих детей и их друзей там учил быть вангардистами. У них, например, была акция демонстрация. Они собирались на пешеходных переходах с лозунгами и ждали, пока там накопится толпа перед зеленым сигналом светофора. И в Москве, не знаю, через Садовое, какие-то большие скопления людей собирались. Они перед ними разворачивали транспаранты. Такого тоже абсурдистского содержания, неконкретного, да, и документировали, как по Москве ходят группы людей, требующих там, Карл Секс, Марк Пистолс, у них было написано на транспарантах, там, микроб, убийца, президент. Вот, какие-то просто замазанные лозунги с замазанными буквами. Вот. Но нам казалось из Новосибирска, что, ну, это классно в Москве, там художников много. Там много людей, которые не боятся в чем-то таком поучаствовать. Это все выглядит органично, мы находимся в другой ситуации, мы не можем собрать столько людей. Поэтому нужно вовлекать людей, как бы, со стороны. Людей, которые еще не осознали себя готовыми участвовать в чем-то таком. 2004 год – это время, когда появилось такое явление, как флешмоб. В 2003 летом первые акции проходили по миру, они как-то и в Россию довольно быстро пришли. И время, ну, не то чтобы расцвет, зарождение соцсетей, тогда был, наверное, LiveJournal, тогда были какие-то форумы, на которых можно было общаться с неизвестными тебе людьми. Вот. Я попытался сделать флешмоб какой-то, когда только появились вот эти вот комьюнити в городе, понял, как это работает. Ну, ты просто регистрируешься на форуме, пишешь идею, под ней подписывается сколько-то человек, и в назначенный день там может прийти, не знаю, 25 неизвестных тебе людей, и вы с ними вместе делаете какое-то заранее условленное странное действие, потом расходитесь и в интернете обсуждаете, как оно все прошло. Вот. Собственно, в Новосибирск, да, есть такое ощущение вакуума, ощущение отсутствия там подходящей инфраструктуры для, ну, художественной в смысле, да, нет никакой прессы, которая бы могла оценить выставку, например, или еще что бы то ни было, уж не говоря об акции. Вот. Но был, был, был какая-то, как основа, как основа, вот, наверное, большая часть людей, которые тогда пришли, они пришли из рассылки о художественных событиях. Была такая, она и сейчас, наверное, есть там, может быть, тысяча-две тысячи человек, люди, которые приглашались на выставки, ну, и там, не знаю, приходили на вернисажи, выпивали, общались, в общем, была какая-то среда, из которой было набрано основное количество людей. Опять же, ничем не гарантированно. Вот. Первую акцию, ну, может быть, человек 10-15 готовили, не особо рассчитывая, что придет кто-то еще. Как это выглядело? Ну, мы так или иначе представляли себе, что есть какие-то, вот, молодежные политические группы разные по миру, существуют, там, левые, какие-то антиглобалисты были в расцвете, и нам хотелось, вот, быть частью, быть частью этого, но не совсем понятно, как, и как это сделать в Новосибирске. По поводу чего высказывать свой протест, если тебе не нравится все сразу, и, как бы, ну, как бы, твой оппонент, с которым, как бы, нужно дискутировать, он находится не в Новосибирске, от местной власти мало чего зависит, и, как бы, протестуя в Новосибирске, это все равно, что протестовать в лесу. Самоценное только для себя, как бы, да, для тех, кто в нем участвует. Больше результат как бы не будет, да, какой-то публичной политики в России, можно сказать, как не было ее в 2004-м, так и сейчас ее особо нет. Власть редко очень реагирует на какие-то вот такие политические выступления, и если они не какие-то очень-очень конкретные, очень адресные по какому-то очень узкому поводу. По широкому поводу, ну, чего, мы видели там, не знаю, 11-12 год, все эти болотные площади, все-все, что по всей стране прошло, как бы, да, но это вызвало на какой-то момент напряжение во власти, они чуть-чуть, как бы, чуть-чуть какие-то послабления дали, потом все вернулось назад, закрутилось, гайки закрутились еще сильнее, и, ну, по факту мы понимаем, что стало только хуже. Вот, и выходя на эту акцию, мы понимали, что вот есть у нас такая доставшаяся в наследство от советского времени традиция, такой ритуал, ритуальный, как бы, протест. Каждый год 1 мая в память о, там, анархистах чикагских, которые погибли в конце 19 века, отстаивая право на 8-часовой рабочий день, там, боролись за освобождение своей жизни, буквально ежедневной, да, нам хотелось как-то немножко вернуться к корням и вернуть в этот день, ну, протест такой, как бы, каким бы он мог быть, на тот протест, на который мы могли бы позволить себе выйти, потому что кроме нас туда выходили участники, там, не знаю, колонн КПРФ, коммунистической партии, которая, конечно же, никакая не коммунистическая, и все это выглядело как такой крестный ход такой, да, только с другими знаменами, вот, не знаю, пенсионерам достойную жизнь. И каждый год вот это происходит, да, достойность жизни они не приближают, но, ну, как бы, как-то выходит. Как ты можешь пройти рядом с ними, не очень понятно. Мы позвали людей, написали манифест, написали приглашение, что вот наш город сер и грустен, давайте разбавим его немножечко искусством, сделаем ему художественную инъекцию в виде присоединения к ежегодной пиромайской демонстрации. Давайте вынесем традиционные красно-белые транспаранты, на них напишем не вот это вот, как бы, уже пережеванное, как бы, да, усвоенное системой, абсолютно ничего не вызывающее никаких эмоций, никаких реакций транспаранты, которые люди выносят, потому что им выдали их с грузовика, с какого-нибудь, они их туда сложат, еще год они там будут лежать. Давайте напишем наши эмоции и чувства, например, такие, и посмотрим, что будет. Да, с точки зрения ресурсов мы, по сути, не имея своих, пытались поспользоваться чужими, чужими такими брошенными и бессмысленными, такими же брошенными, как дата 1 мая. Она вот государственный праздник, а содержание у него непонятное. То есть это какое-то наследство советских времен, а что оно значит, как бы, проговаривать нельзя, потому что корни у него протестные, сейчас у нас никакие протесты, как бы, не в почете. И вот, то есть лежал такой брошенный ничейный праздник, с брошенной ничейной колонной людей, которые мы попытались занять своими транспарантами. Там, Идь, Таня, не плачь, монстрация на лыжах тут, на каких-то. Это, это в конце надо показывать. Это отделение, центральная полиция, туда задержали пятерых человек после шествия, потому что выяснилось, что мы не можем просто так прийти, участвовать в первомайской демонстрации, не имея на то заявки. Вот, нам казалось, что это такая общегородская традиция, вот, но нас оказалось, видимо, слишком много, и полиция решила задержать людей и заставить их написать объяснительное, не плашай, какие-то математические формулы про 0 умножить на 0 будет 0 в квадрате. Вот, самый главный протестный транспарант, два, они сразу были разгаданы полицейскими, и вот их отобрали. Это были, наверное, первые, как бы, репрессированные смыслы. Да, использование какой-то вот этой вот нецензурной лексики, оно сыграло нам на руку, потому что в приглашении в числе примеров транспарантов, в числе примеров эмоций, которые можно было бы написать, ну, там, перечислили разные эмоции. Там, напишите хорошо, или напишите плохо, или просто напишите бля. И вот за это слово зацепились, как бы, какие-то журналисты, которые вот тоже, да, надо дать им должное, сказать им спасибо. Журналисты в Новосибирске были, как ресурс, то есть были какие-то независимые медиа, с которыми можно было работать. Это вот наши ресурсы. Значит, государственный праздник, там, пара тысяч коммунистов и бабушек, которые выходят на площадь, и пресса, и полиция, милиция тогда еще. То, с чем можно работать, когда нет арт-сцены. Соответственно, у журналистов были провокативные заголовки накануне нашей акции, которые сформулированы были так. Новосибирские антиглобалисты выйдут на Первомай с матерными и глубоко личными лозунгами. Спасибо, спасибо прессе, да, они гнались за кликами, там, все за прочтениями, и в этом плане мы нашли друг друга, да, они нам дали какую-то рекламу. Полиция, милиция обошла всех каких-то политических активистов, которые были в городе с попыткой узнать, что это за антиглобалисты, откуда они взялись, почему у них такие лозунги, никого не нашли, и уже бдительно ждали нас на месте сбора. Тут же обнаружив нас среди бабулек, что это именно мы антиглобалисты с матерными лозунгами, потребовали предъявить плакаты, куда-то отойти с ними, в сторонку, как это обычно бывает. Мы развернули там первый транспарант, на нем было написано, «Таня, не плачь», полиция говорит, вот, антиобщественный лозунг, мы как бы начинаем адвокацию свою, зовем журналистов, говорим, смотрите, что происходит, тут вот нас плакат забирают, «Таня, не плачь», потому что он якобы запрещен. Вот, милиции стало стыдно, они развернули какой-то второй транспарант, там тоже было все довольно безобидно, и нас оказалось, типа, порядка 80 человек, пришедших первый раз на эту акцию. Кроме нас были молодых людей, там было, наверное, 25 участников Лимоновской партии, национал-большевиков. Вот, они шли в самом хвосте, и за ними шли мы. И кроме нас молодежи там не было, и, наверное, это повод, опять же, какую-то ответную реакцию со стороны власти учинять, потому что, ну, просто это было немодно ходить на какие-то первомайские демонстрации, там нечего было ловить, там были очень маленькие какие-то микрогруппы комсомольцев, там, при КПРФ, при еще каких-то левых партиях, но, как правило, это такое очень субкультурное, культурное, как бы, явление, которое не вызывает какой-то реакции. Здесь, вот, ну, профилактически были задержаны 5 человек в конце шествия, и им потребовали написать объяснительное. Вот, например, вот эту девочку забрали, сказали, у тебя табличка закрыта. Значит, она ее сняла где-то в магазине накануне по дороге на акцию. Говорят, у тебя же повернута не стороной открыта, а стороной закрыта. Значит, ты, как бы, против чего-то протестуешь. 500 рублей тебе штраф, и пиши объяснительную, что твой транспарант не призывал к свержению конституционного строя. Вот, и эта формулировка нам очень понравилась, и, собственно, вся история этой акции – это попытка найти язык, через который ты можешь обозначить, что ты, как бы, вот, находишься где-то снаружи, общей культурной, как бы, ситуации, да, ты не хочешь быть частью первомайской ностальгии по Советскому Союзу, или первомайского восхваления нынешней власти, как это сейчас происходит, и не хочешь быть частью вот этой вот общей, там, идеологической какой-то структуры, которая сейчас оформляется. Ну, вот, для того, чтобы обозначить, что ты снаружи, тебе нужно каждый год находить какой-то новый язык, чтобы и люди, которые приходят на акцию, понимали, что им там все еще комфортно, да, и что их не маркируют какими-то антипутинскими высказываниями, что, наверное, было бы неправильно, и акцию бы, наверное, закончила. Потому что, ну и чего, ну да, ну мы против Путина, ну, как бы, наверное, да, во многом, в большинстве, но протестовать против него раз в год, да еще и в Новосибирске, это как-то немножко нелепо, это не то, чем стоит заниматься. Да, он не будет уходить, если написать на плакате «Путин, уходи» и как бы стоять с ним в трех с половиной тысячах километров от Кремля. Вот, то есть нужно писать что-то другое, как-то себя обозначать. И, как мне сейчас кажется, это, не знаю, вот, может быть, похоже на Айкидо, когда ты пользуешься, не знаю, ярлыками, которые на тебя пытаются навесить власть, ускользнуть из-под этих ярлыков, как-то их переиграть и все еще остаться, все еще остаться где-то вот в автономии от общей культурной ситуации. Нас назвали антиглобалистами, окей, на следующий год мы вынесли транспарант, на котором был написан антиглобалистский лозунг. Нас заставили написать, что лозунги не призывали к свержению конституционного строя. Прекрасно. У нас был транспарант в 2005-м, к сожалению, нет фоток, его быстро забрали, но на нем было написано лозунг, призывающий к свержению конституционного строя. То есть тут мы, не знаю, опирались на традицию московского концептуализма. В 2005-м году у Авдея Тараганяна вышла, была прекрасная выставка про, не помню, как называлась, там был такой радикальный абстракционизм. Он рисовал горошки, какие-то там узорчики и внизу подписывал, данная работа публично призывает к свержению конституционного строя, к убийству главы российского государства. Данная работа оскорбляет патриарха московского и всея Руси, потому что там крестики какие-то с точечками нарисованы. И, наверное, были общие какие-то поводы, история с выставками, история с какими-то прокурорскими анализами художественных произведений, на которые тоже писалось, что вот здесь вот там Микки Маус в роли Христа стоит на горе, поэтому это оскорбляет там религиозные чувства. Ну, то есть, такие... В общем, мы старались в Новосибирске быть частью общероссийского культурного контекста, ориентироваться не на местную сцену, потому что ее не было, а пытаться быть частью того, той культурной ситуации, которая происходит между какими-то уважаемыми людьми. Нам казалось, что вот есть классные художники, и мы хотим с ними заниматься одним и тем же. Была группа, которая называлась КЭТ, Contemporary Art Terrorism. Просуществовала она, наверное, года до 2005-2006. Там сильно менялся состав в силу того, что Новосибирск город такой как бы транзитный, и в него многие приезжают, из него многие уезжают. То есть половина людей как бы хочет в него приехать из там Новокузнецков, Томсков и так далее. А та половина, которая уже приехала, она хочет уехать дальше куда-нибудь в Питер, Москву, Европу, Таиланд, Вьетнам и куда-нибудь еще, лишь бы не жить в снегах. Вот. И состав менялся, люди разъезжались. Там были порядка 10-15 человек, ну, не знаю, там, трех, наверное, записанных в основной состав. Макс Нерода, Катя Дробышева и я. Вот. Но они быстро... Я был помоложе, остался в городе надольше. Вот. Но остальные как-то быстро менялись. Потом была группа «Бабушка после похорон». Потом она как-то вот тоже растворилась. Но в целом есть какой-то круг людей, никак формально не обозначенный. И друзья там, да. Я вот сейчас тоже в городе не живу, но я возвращаюсь в апреле, встречаюсь там со своими старыми друзьями, вижу, что кто-то из них заинтересован в том, чтобы как-то поучаствовать. Так или иначе. Вот. Ну, и такой есть плавающий круг оргкомитет. Такой, да. Никак особо не оформленный. Я думаю, что многие из них себя художниками бы не стали называть, потому что, ну, вот, они себя как-то иначе идентифицируют, да. У кого-то там... Ну, кто-то фотограф, вот, не знаю, родил ребенка, воспитывает его и не занимается в течение остального года выставками или чем-то таким. Тот занимается. В последний год-два в Новосибирске расширяется среда молодых художников, там, 20, 21, 22 года, на которых я смотрю с надеждой, что, возможно, это вот поколение, которому можно будет доверить. Как бы дальше это все делать без меня, потому что, ну, как-то уже не очень удобно, находясь не в городе, все еще что-то организовывать. Мне было бы сейчас проще туда ездить как гость и ходить только для того, чтобы пройтись с плакатом, да. Но все еще необходимо решать вопросы с мэрией, там, с милицией. Это все каждый год непросто. Это каждый год такая игра престолов, чтобы со всеми договориться, учесть интересы всех этих групп, которые там друг против друга играют и найти себе пространство для того, чтобы пройти и как-то вот все еще существовать относительно зависимо. Вот. В общем, мы искали такие формулировки. Дали нам штраф 500 рублей. Мы тоже его использовали как повод для там дальше как-то высказываться, платить его копеечными монетками, там, что-то, что-то как-то еще бороться с вот этой вот, не знаю, системой, которая нам представлялась, вот, что тетки, которые сидят в звербанке, получают эти квитанции все, там, платежи, что они тоже наши классовые оппоненты, потому что в банках работают, а не, не знаю, там, они искусством занимаются. Вот. И это вот происходит, ну, вот как-то, да, так или иначе до сих пор. Была группа TED, сделала много акций в пору ее пика какого-то активности 2004, 2005, 2006 год по разным поводам, в основном в сфере пересечения каких-то политических, общественных вопросов и вот такого уличного художественного высказывания. Но монстрация, в силу того, что она привязана к дате, она неизбежно начала повторяться. То есть остальные события, они тоже иногда повторялись, но, как бы, традиции из них не вышло. Например, не знаю, мы ходили защищать пиратов, аудио-видео пиратов, с которыми боролись какие-то структуры в городе, которые якобы продавали, там, не знаю, лицензионные аудио-видеозаписи, вот, и параллельно пытались раз в год уничтожать поддельные контрафактные видеокассеты, бульдозерам. Все это казалось дикостью, варварством, вот, пираты же, они же классные, они нам дали доступ к, там, мировой культуре, к софту какому-то, да, чтобы мы без них делали. Вот, и мы ходили пиратов защищать. Это было один раз, на второй год пиратов, с пиратами боролись уже как-то слабенько, и мы их защищали как-то слабенько, а на третий год как бы акция перестала проводиться, и, окей, вопрос ушел. Вот, на 1 мая происходит каждый год, и просто по инерции, благодаря, не знаю, фоторепортажам, которые разошлись по всем местным СМИ, там, какие-то, да, люди все это видели, думали, ой, классно, о чем мы не пришли, давайте в следующий год придем. Так или иначе, по эстетике люди понимали, что да, нам туда, да, нам нормально с ними, вот с этими ребятами, которые идут вот с чем-то таким, и акция росла, ну, наверное, в два раза каждый год, иногда натыкаясь на какие-то препятствия, которые по итогам тоже работали нам на руку. Ну, была история с 2009 году, на пятый год существования акции, в России появилась специальная политическая полиция, центр по противодействию экстремизму, вот, и до этого эта структура боролась с организованной преступностью, называлась УБОП, управление по борьбе с организованной преступностью, и вот их резко перепрофилировали в 2008 году на борьбу с, как бы, с экстремистами, вот, и есть 80 там чем-то регионов РФ, субъектов, в каждом субъекте есть этот отдел, но экстремисты есть не в каждом, к счастью, вот, но их где-то нужно найти, чтобы отдел не закрывать, как-то показывать, что работа ведется, что страна защищается, сейчас вот, вы, может быть, слышали, может быть, у вас такое есть, многочисленные какие-то дела за репосты, за репосты картинок, песен, записей каких-то в социальных сетях, это вот то, чем сейчас занимается отдел по борьбе с экстремизмом, они находят, есть специальный список экстремистских материалов, забавный довольно, там несколько тысяч позиций, и вот я думаю, что как происходит поиск экстремистов сейчас, просто вот, ну, не знаю, гуглится, там, песня какая-то, если в твоем регионе есть человек, который ее перепостил, можно с ним работать, штрафовать его за распространение экстремистских материалов, возбуждать дела, как бы, да, и защищать родину, иметь хорошую статистику и так далее, вот, ну, в девятом году этот отдел решил бороться с нами, наверное, потому что мы были удобной, такой, на виду, как бы, такой целью, довольно безобидной, потому что мы не, не эти, не ваххабиты, которые отстреливаться будут по горам, да, как бы, а вот, ну, что, приходи, бери нас. Меня арестовывали, отбрасывали траву, закрывали в СИЗО, это вызывало какие-то местные протесты, неожиданные, довольно крупные, наверное, просто был такой информационный вакуум, в который, ну, просто повезло, что эта история произошла тогда. Меня выпустили через месяц, и на следующий год, благодаря тому, что это случилось довольно громкая история, такция стала проводиться в других городах, ну, потому что ей был создан какой-то такой, не знаю, рекламная компания, да, что вот-вот за это человека закрыли, а ну, это же здорово, в этом нет ничего плохого, а почему у нас такого не проходит, а да, как это сделать, давайте сделаем. С Новым годом! С Новым годом! Путин! 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 А здесь, а здесь! Путин! С Новым годом! Это Россия! Это неорганизация нашей рации! Спасибо! 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 Смотрите внимательно! Эти люди живут с вами! Это пидорасы и лесбияльки! Они хотят легализовать это все! Правильно, правильно. Где их? Где их? Спасибо! С Новым годом! Путин! Глебенгер! Вы их видели в прошлом году на гей-параде! Какой гей-парад? Какой гей-парад? Какой гей-парад? Украина была, если будет Россия! Тетя, у меня паспорт России! Все, стучите выше, пидорасы! Все, все! Ура! Ура! Путин! Путин! Президент мира! Ура! Так, несем! А что расслабились? Несем, так? Несем, несем, несем! Несем, несем! Несем, так! Растягиваемся! Растягиваемся! Поднимай, поднимай, поднимай! Я приезжаю! Зато мы вырастили конкурентов много! Бабушки там, молодые люди крепкие! Очень яростные! Да, да! Ну, вот вы видели монстрацию в Симферополе. Она тоже с 2010 года проходила там. Украинские города участвовали, они перестали в основном после Майдана последнего, потому что, ну, и я их понимаю, как бы, да, там есть более актуальная какая-то политическая повестка, там вроде бы есть какая-то публичная политика. И мне тоже было непонятно, а как, например, вот 2011 год, когда начались все эти протесты, что мы будем делать в 2012? Ну, вроде как, вот вся страна тут поднялась, а мы что, мы продолжим с, как бы, или мы станем частью этого движения, или же мы останемся, вот, как бы, в своей, такой, автономии? Вопрос решился, я думаю, сам собой, поскольку все-таки наши акции раз в год, а все остальные события, они развиваются параллельно. Моя позиция, что можно заниматься политикой, если хочется, вот, но не надо для этого ждать даты, которые раз в год происходят. То есть, если есть повод, иди вот прямо сейчас, как бы, ждать, ждать, чтобы раз в год, чтобы что-то высказаться по этому поводу, но это, как бы, довольно, как-то беззубо, и лучше этого не делать. Вот, покажу, например, наш, ну, вот, какой-то пик, да, 14-й год. Ситуация тоже зависит от разных факторов. У нас, например, был мэр, глава города, единорос из Единой России, довольно долго, вот, наверное, с 2000-го, что ли, до 14-го. И был какой-то там политический кризис местный, избрали мэра коммунистов, как бы оппозиционера. И его поддержала там вся позиция, снявшись в его пользу. И вот его буквально дня за три до 1-го мая назначили, он вступил в должность и был суперлояльный, все нам разрешил, разрешил дойти до главной площади. И это тоже такая, это тоже такая всегда борьба, и тоже, как бы, способ акцию, ну, заранее проанонсировать, потому что, вот, первые пять лет мы присоединялись к существующей колонии коммунистов. А она, как бы, они решали вопросы с, там, с легализацией, с тем, чтобы все это разрешили, и мы были просто, как бы, мы тоже хотим, ну, давайте мы пойдем с ними. В какой-то момент их из центра вытолкнули, и в центре, как бы, по главной улице начала проходить какая-то эстафета, такая суперфейковая, там бегало два человека, центр был перекрыт на весь день. И, вот, ну, понятно было, что это лишь бы для того, чтобы не пускать туда колонны демонстрантов, например. Коммунисты ушли на второстепенную улицу, мы решили, что как-то непочетно уходить вместе с ними, нужно каким-то образом бороться за, ну, как бы, это же наш праздник. Кто еще празднует 1 мая в Новосибирске, кроме нас? Ну, как бы, мы празднуем, поэтому нам должна принадлежать центральная улица. Улицу не дали, произошел конфликт, потом меня посадили, потом мы опять продолжили за эту улицу бороться, и уже заняли ее без коммунистов в 2010 году, со своим автономным шествием. К нам пришло, наверное, порядка пары тысяч человек, и тогда прозвучали первые оценки журналистов, что, надо же, на монстрацию пришло больше людей, чем на политические акции. Это был шестой год существования этой штуки, и если мы заранее, как бы, первый-второй год думали, что, ну, может быть, зародится когда-то такая традиция, и бабушек коммунистических будет меньше, чем нас, через сто лет, когда-нибудь, да, но это произошло не через сто, а через шесть или пять, и мы пытались это преподнести своим участникам, тем, кто приходит вместе с нами, делали для них такие манифесты, как бы, объясняющие, что мы здесь делаем, что посмотрите вокруг, могли ли вы себе представить, там, пять лет назад, что соберется тысяча человек, которые понесут вот какую-то бессмысленную фигню, и вам все вместе будет комфортно друг с другом. Достаточно было только захотеть и попытаться это сделать, и смотрите, вот оно все уже рядом здесь, будущее наступило. Давайте, значит, во всех остальных сферах, как бы, действовать точно так же. Посмотрите, вокруг вас наверняка есть организаторы каких-нибудь независимых киноклубов городских, потому что в кинотеатрах показывают мейнстрим, если вы хотите смотреть какой-то арт-хаус, только найдите помещение и показывайте его, если вы хотите фестиваль какого-нибудь джей-рока, но его никто не делает, так снимите ДК и сделайте его сами, потому что мы не просто так это говорим, а вот с нами идет колонна, там, каких-то джей-рокеров в этих японских платьях, и они здесь, потому что им здесь комфортно, они чувствуют, что они тоже могут быть частью нашей акции, и, как бы, здесь представлены разные какие-то субкультуры, такие, которые, как бы, делают все сами для себя, такой DIY, как бы, да, продвижение, ну, каких-то таких вот анархических принципов, там, видишь проблему, делай ее, решай ее сам. Вот, и так мы стали автономны. Каждый год происходили какие-то терки с мэрией, типа, в начале апреля подается уведомление, что так и так, мы, вот, значит, хотели такой маршрут, вот, там есть три организатора формально, есть число участников, которые мы, вот, хотим, вот, чтобы у нас было, там, пять тысяч человек в этом году, или, там, семь тысяч человек, или шесть тысяч шестьсот шестьсот шестьсот. Понятно, что эти цифры всегда ни на чем не основаны, но они срабатывают для прессы, для заголовка, типа, в этом году на монстрацию придет пять тысяч участников. Ну, не факт, что они придут, никто не посчитает, вот, но этого достаточно, чтобы начать об этом писать. Мэр в ответ говорит, нет, мы не пустим их в центр, потому что у нас эстафета с такого-то по такое-то, значит, все будет занято, мы внимательно читаем, там, я читаю эту штуку, вижу, что, ага, эстафета назначена, значит, девятичасовая, сколько можно километров пробежать за девять часов? Ну, марафонская дистанция, это типа часа три бежит, там, два с чем-то, значит, за девять можно пробежать три марафонских дистанции. Начинаю как-то, вот, юродствовать по этому поводу, писать ответ в мэрию, выкладывать его, там, не знаю, в соцсетях и недоумевать, как же так, вот, что же за рекорды будут ставиться в городе, действительно ли нам необходимо на девять часов перекрывать центр города, и происходит какой-то такой торг и такая вот возня, и весь месяц бесплатная реклама в местной прессе, потому что, ну, весело ловить мэра на какой-то такой ерунде. Один раз, например, мы заявляли акцию 5 марта, это был, по-моему, на следующий день после выборов Путина в 2012 году, и мэрия ответила, что нет, 5 марта мы вам центральную площадь не дадим, потому что там будет организованное празднование Международного женского дня, который, напомню, 8-го числа, и тоже все эти отмазки, они всегда такие нелепые, как бы, ну, то есть неубедительные, и ловить их на этом, как бы, весело порой, и это тоже работает, как такой инструмент для раскрутки. Важно себя чувствовать, как бы, наравне, например, с мэром, и дискутировать с ним, ну, не с позиции, типа, ну, дайте нам какое-нибудь место мы хотим, да, а дискутировать, ну, на равных, типа, мэр, ты мэр тут один год, мы акцию свою проводим, извини, как бы, 11-й там год или какой-то, 10-й. Мы, вообще-то, здесь представители консервативных, как бы, кругов консервативной общественности новосибирской, мы за традиционные ценности, там, у нас тут семьи, как бы, собираются с детьми, потому что многие, реально, там, приходят по пятому разу, по десятому, у кого-то, кто-то познакомился, там, люди же ищут себя на фоторепортажах, и потом, ой, отметьте меня, ой, это кто, а это вот как, там, как найти, и, ну, происходят какие-то знакомства, и вполне себе, когда вокруг нас есть сейчас дискурс каких-нибудь православных активистов, которые говорят, да, это же, вот, гомосятина какая-то вокруг там происходит, да, нужно же их всех разогнать, они же против Христа, вот, окей, мы берем эти ярлыки, говорим, да нет, ну, как бы, еще больше за семью, чем вы, вот. 14-й год, да, это был какой-то удивительный момент, когда мэра только избрали, он еще, ну, вот, мэр-коммунист, он еще не успел понять, что ему надо с нами бороться тоже, и он нам все разрешил, и у нас был пик, действительно, под пять тысяч человек, я думаю, что сказалось, погода хорошая, это тоже всегда фактор, было тепло, солнечно, никто не обещал нас разгонять, в 15-м и в 16-м году уже такого не было, вот, и, ну, вот, как это выглядело сейчас, это не самая лучшая версия этого лозунга, он популярный, часто-часто используется, ну, и в целом, да, надо понимать, что если приходит пять тысяч человек, уровень, как бы, уровень снижается, потому что сложно найти, ну, в городе пять тысяч хороших людей, которые способны придумать классный плакат, и я часто вижу, что люди ищут их в гугле, например, лозунги для монстрации, типа, на мой сайт заходят люди, чтобы найти лозунг и выйти с ним, делая вид, что, как бы, там, ну, как бы, никто не помнит, что в прошлом году такой лозунг уже был, или что-то такое, вот, ну, есть и плюсы, и минусы, как бы, да, у большой численности людей. Вот эту девушку, например, не допустили до участия, потому что по новым законам нельзя участвовать в маске, ее требовали маску снять, а у нее маска была вот эта, вот, как бы, такая, как фарфоровая, не знаю, да, что-то такое, как принцесса, она ее снимала, а под ней вот так вот, и ей пришлось пойти домой, ну, она стала звездой фоторепортажей, мне кажется, ей хватило, что-то, я говорю, ей приключений, какие-то студенческие переживания, во многом, я думаю, большая часть плакатов, это вот какие-то действительно личные переживания людей, о которых, которыми им хочется поделиться с окружающим миром. В какой-то момент это стало похоже на картинки из соцсетей, которые вдруг стали распечатывать на плакатах, и с ними приходить, да, мемчики какие-то. Вот, карнавала не будет, собственно, эта девушка. Смотрите-ка, что я нашел. Ой, вот это интересно, я никак не обращал внимания. Все с вами я. Вон еще, тоже майка, видишь, полосатая. Майка, да, подозрительно полосатая. Какие-то вот эти масонские, смотрите, штуки, да. Лептилоиды, лептилоиды, все понятно. Вот у нас были такие инсталляции из Тетриса. Вот Леша, барабанщик группы, в которой я в свое время тоже, у нас была какая-то студенческая пандгруппа, вот, значит, переживает, что ему 30 лет, как Тетрису. И Тетрису тоже в том году было 30 лет, вот у них была такая штука. Все это похоже на шутливую демонстрацию. Мне категорически слово шутливое раздражает, потому что я понимаю, что мы же не шутить здесь собрались, мы же как бы, ну, то есть, шутить, конечно, тоже, но вообще-то не только ради шуток. Потому что в обстановке, когда тебя могут за это, там, не знаю, арестовать, оштрафовать, посадить, это уже немножко не просто шутка. Вот, да, и то, опять же, нам все разрешили, и мы думали, ну, а как же быть? Вот в ситуации, когда нам все разрешили, нужно, вот, нельзя просто так взять и пойти, и, как бы, и стать таким легальным, каким-то карнавалом скучным. Вот, и мы полезли немножко на рожон, да, и вот эта вот фраза года «Крым наш», которая в тот год, как бы, была просто главным, как бы, обозначением того, как мы живем, вот, была обыграна так. Да, реклама, реклама даже очень, 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 очень хорошо зашла. И я думаю, конечно, что, ну, в целом, вот этот дом-книжка, мы возле него собирались несколько лет. Что тут написано? «Требуется азиатка для отношений», вот есть телефон. «Пропишу леща в своей квартире», «Продам гараж», «Праздник весны и труба», «Осторожно, жизнь прекрасна», «Пирог». «Тысяча куртизанок». Вот здесь вот бликует, но я не знаю, есть ли у вас такой, известен ли у вас такой персонаж, как Пахом. Вот, тут есть его предвыборный плакат, написано «Я знаю, как накормить народ», и голосуйте за меня. То есть, да, есть вот странный момент. Передний транспарант делают, ну, я и там вот какой-то круг, круг людей, как бы, скажем так, оргкомитет. И мы стараемся быть, ну, вот как-то порадикальнее, да, как бы, да, чтобы, ну, все-таки это впереди, это как бы, ну, надо сохранять градус, какой-то накал и все такое. Вот, то, что, то, что сзади несут, оно, ну, процентов, может быть, 10 содержит какие-то заигрывания с актуальной политической обстановкой и все такое. Но на большую часть это что-то очень личное, воспринимаемое людьми просто как такой супер доступный формат, в котором ты можешь себя проявить. И тебя сфотографируют несколько сотен фотографов, и если у тебя классный плакат, то ты попадешь, там, не знаю, в число 15-20 фотографий, которые выйдут в фоторепортажах, и тем самым получишь, ну, аудиторию. Да, и тебя, твое высказывание, ну, как бы, будет заметно. Технически, вот, у нас есть какая-то залегализация браков с кроватями. Накануне, за несколько дней обычно собираем какие-то деньги, чтобы вот взять в аренду грузовик там с музыкой, это все стоит недорого. Мы, в этом году нам грузовик не дали сделать, мы, например, деньги собранные пустили на то, чтобы арендовать пространство и открыть галерею. Чуть позже к этому вернусь. Тогда, вот, ну да, тогда был, наверное, самый массовый, тысяч пять здесь шло. Вот, милиционеры нас повреждали. Вот, какой-то человек, значит, предложение сделал непосредственно девушке, ему какую-то паузу для этого выделили. Это маска, это маска, очень страшно, но это маска. Не знаю, чья, какая-то, не понимаю, кого он изображает. Вот, такое есть. Человек объясняет, почему он скрывает лицо. Вот, собственно, пахло вам. Какие-то, я не знаю, искренне человек, или он прикалывается, или что вообще. Ну, все с нами, все городские сумасшедшие. Эта курица, она скандировала в мегафон какие-то лозунги. Потому что мы, ну, периодически что-то скандируем, ходя по городу. Там, типа, случайные надписи про шаурму, или кричим, прыгайте людям, которые в окнах выходят на нас посмотреть. Или, там, скинь попить. Или, вот, иногда просят у девушек. Каждый год к нам выходит девушка в бюстгальтере, разная, на балкон, и ее обязательно кто-то обнаруживает. Это вызывает какое-то ликование. Все и кричат, собственно, покажи, что там у тебя скрыто. Вот, и это всегда тоже какой-то, не знаю, ну, окей, да. Мы можем скандировать сиськи-сиськи. Почему нет? Вот, 15-й год, когда мэр понял, что бороться с нами это круче, чем потакать нам, мы были объявлены как-то колонной. Госдеп выделил нам 20 миллионов неизвестно чего, по словам мэра. Мы решили, что лозунгов, 20 миллионов лозунгов, с помощью которых мы будем делать Майдан в Новосибирске. Риторика, которую себе позволил только мэр. Все остальные местные игроки политические, они смотрели с недоумением, типа, никто себе такого не позволял. Только какие-то супермаргинальные активисты политические, типа, там, ну, есть. Вот, и нас начали разгонять. Была ситуация, когда есть в городе набережная, в очень плохом состоянии, туда, особенно 1 мая, там еще никого нет. И вот каждый год мэр предлагал нам уйти на набережную, а мы говорили, не-не-не, на набережную мы не пойдем. И вот происходила такая какая-то возня. И в 2015-м мы решили вернуться, как бы, к корням. Нас совершенно категорично отправляли только набережной или ничего. Я провел голосование в группе с рейтингом 90% победил вариант плевательности голосования. Мы пойдем с коммунистами утром, будем к ним присоединяться, как бы, без бумажек, потому что есть легальное шествие. Пофигу, что оно в 10 утра. Мы попытаемся проснуться, потому что наше было часа в два обычно. Мэр всех позвал, мэр-коммунист, он сказал, приходите, все горожане, у нас есть правительство, мы придем, мы горожане, и посмотрим, что из этого получится. Ну да, это чревато штрафами. Ну давайте будем действовать аккуратно, если нас будут разгонять, мы разгонимся, как бы, не будем там ни с кем драться и все такое. Потому что зачем платить большие штрафы. Вот, и был такой эксперимент. Люди пришли вот в обстановке такой, что еще и глава церкви, например, выступил где-то на закрытой конференции, сообщил, что 90% лозунгов у нас гейского содержания, чем изрядно повеселило участников. И плюс это был год, когда были сильные протесты, такие, как бы, консерваторские против оперы, главная городская опера, в которой там где-то были как-то задеты религиозные чувства. Был большой митинг за то, чтобы снять директора, снять эту оперу и все запретить. 3000 человек пришло, как бы, поддержать позицию церкви. Потом такой же точно был большой митинг против наезда в церкви на культуру. Это был апрель. И вот, как бы, в течение месяца проходит наша акция, и это, как бы, очень сложный какой-то контекст. Мы вроде бы запрещенные, на нас ополчилась церковь. То ли за лозунг от «Наш», то ли за то, что там когда-то был... Ну ладно, там участвуют разные люди, которые в течение года заняты, не знаю, там, поддержкой посирает, или чем-то таким еще крамольным. Вот, и, как бы, нас не поняли. Да, вот был такой плакат в ответ на обвинение в том, что у нас гейские транспаранты. Была полиция, нас оцепили на месте сбора. Вот такими вот ребятами. Это было впервые за всю нашу историю. В Москве это очень популярно. В Новосибирске это был первый раз. Здесь еще нет классных фоток, где, ну, просто какие-то, знаете, девочки в таких пижамах, типа там каких-то вот этих плюшевых Пикачу, или что-то такого, там, 14-15 лет. Это вот, наверное, самая популярная категория людей, которые приходят поучаствовать. Они очень растерянно стоят среди вот этих вот ребят, типа, ИЧОК. Что сейчас будут? Нас будут бить, потому что у них дубинки, как бы, противогазы. Все это было крайне нелепо. Вот, хватит оскорбляться, да, по поводу... Не палимся мы с КПРФ. Это позиция наша, что мы идем, значит, формально с коммунистами. И, ну, вот так вот. Опять какой-то экзистенциализм. Демонстрация ненастоящая. Вот, гонная полиция. Первый видел ее в городе. Ну, то есть, был реально парад. Поливальные машины нам привезли. И я постфактум понимаю, что это опять были разборки между мэром и губернатором, которые что-то там друг с другом делят. И мы здесь вышли просто как такое событие, которое можно использовать. И постфактум я понимаю, что это специально... Вот мы, ну, как бы, обиделись на мэра, но все это было смоделировано областными властями, губернатором, который специально прислал полицию, потому что мэр ее не может прислать, она ему не подчиняется. И вот как-то в этом во всем тоже не хочется быть таким... Играть в чью-то игру, да, не понимая, что происходит. Вот, очень плохая монстрация. Народу мало музыки, конечно. Несмотря на то, что это было все вот в такой обстановке, пришло, наверное, тысячи, полторы и две человек. Нам не дали выйти на главную улицу в сторону центра, но мы вышли на нее же в сторону кладбища. Прошлись в какое-то расстояние, потом вернулись. Вот претензии, что у нас глупые плакаты тоже часто были. Пожалуйста, у нас умный плакат есть. Такое, да, какие-то... Не знаю, кто это. Театр вот как-то опять обыгрывается. Это Тихон, это глава церкви. Какой-то оппонент православным активистам. Бабушки. Смотрите, у нас вот они более веселые, чем в Крыму. Какой-то ребенок. Медведь и его раб. Это не знаю что. Это вот опять же тот человек из Тетриса с плакатом, что хмурые такие, будто вас в Сибирь сослали. Вот тоже печенюшки из другого теста. Вот, и у нас был такой плакат по поводу всей ситуации со всем, как бы, что происходит вообще с нашей страной. И в частности, и ситуации с православными активистами, что мы, в общем-то, не с ними будем вести диалог, в случае чего. Да, сначаешь там с их... Что там? Спасибо Богу за Дарвину. Вот здесь маленький плакат есть. То есть, убивать и калечить людей плохо. От коммунизма к идиотизму. Ну, такое что-то. Как по поводу актуального момента просвечивать, но вот это более актуально. Вот. Да, в такой вот, как бы, обстановке мы посидели, дошли до мэрии, назначили вторую точку сбора в этот же день. Через полчаса собрались у мэрии, поскандировали «Локоть, выходи», «Локоть» — это мэра нашего, так зовут, фамилия. Он не вышел. Настроения изменились. Люди стали скандировать «Не мужик». И у нас вот окончательно испортились отношения с властями. Меня арестовали что-то типа на 10 суток. Обвинили в том, что это все специально спланировано, чтобы устроить в городе политический кризис. Значит, Майдан. Захватить власть. В городе почтамт. Что еще там можно захватить? Торговые центры, как бы, да, и, не знаю, революцию устроить. Вот тоже какая-то традиция. У него брат ходил, еще будучи более юным, с плакатом «Папа принуждает есть кашу». Сейчас они ходят вдвоем. Тоже так, забирай меня скорей. Да, это перед тем, как мы пришли к Мэри, ее тоже экстренно отсыпили. Мы, конечно, немножко, наверное, дерзко слишком все это выглядело, но, ну что, ну, пришлось за это рассчитаться. Мне кажется, что, ну, 10 суток, ладно, это нормально. Ну, то есть, был выбор, скажем, условно говоря, согласиться на требования мэрии, пойти в стремное место, скорее всего, никогда больше оттуда не уйти, потому что, ну, вы же один раз согласились, типа, нормально же все прошло. И ходить теперь всю жизнь там потерять в численности, фотки были бы в очень унылом, таком сером, в мусоре месте. И, как бы, это было, мне кажется, это было бы таким, ну, вот, я все жду, чем же это кончится когда-нибудь. То есть, я в ожидании момента, что в какой-то момент, как бы, нужно будет остановиться, потому что дальше уже, как бы, нельзя. Вот пока этот момент, мне кажется, не наступил. После истории с арестом городские власти стали как-то идти на попятную и менять стратегию, потому что это все, как бы, ну, некрасиво. Вот. И в этом году нам было, гордо было обещано, что все акции, как бы, мы вписываем ее в программу обязательных мероприятий, и она будет при поддержке, там, у департамента культуры, там, все такое, но раз, и в этом году Пасха перо моя. И это, как бы, очень напряженный момент опять, потому что церковь и ее местный лидер, он хочет, как бы, набирать себе очки, и они первый раз решили сделать крестный ход в честь Пасхи по всему городу, не вокруг церкви, как это обычно происходит, а вот, как бы, давайте нам Красный проспект, нашу главную улицу, и все. А монстрацию, значит, это, как бы, куда-нибудь убрать, потому что они против нас, а если нет, то мы опять заявим митинги, как в прошлом году, против театра, и вот идет внутренний какой-то торг, и формально мы в этом году стали, как бы, частью некой молодежной колонны, которую организовала власть. То есть они решили сделать свою монстрацию с другим названием, назвали это «Всешествие», потому что в городе есть традиция ходить с дурацкими плакатами. Ни разу не упоминая слово «монстрация», апеллируя на какие-то советские карнавалы, которые были в Академгородке, там, студенты в лесу что-то устраивали, какие-то еще чуть, там, поздние акции из 90-х художественных, то есть попытка как-то вот сделать вид, что, как бы, все это было всегда, монстрации не было, вот теперь ее делает мэрия. Туда, как бы, по классике согнали порядка тысячи людей из каких-то молодежных стройотрядов, каких-то муниципальных спортивных клубов, которым выдали плакаты смешные, типа, да, написанные одной рукой, там, на рулоне обоев, и видно, что вот им чуть ли не под роспись выдается все это. И, ну, и мы, как бы, с неким таким промежутком идем, следим за ними, и, ну, потому что, блин, нету другого больше места в городе, реально, да, как бы, в ситуации, когда есть разжигание со стороны РПЦ, у которых довольно много людей все-таки приходит, вот. И тут мы начинаем играть уже немножко понимая, что, окей, тем, кто придумал это молодежное шествие, они тоже, как бы, не потому, что они злодеи, они это делают, а потому что хотят какой-то противовес вот этой консервативной аудитории показать, что даже, даже если там, как бы, все это такой какой-то фейк, что есть монстрации, есть вот еще какие-то люди, но в целом это, как бы, такой общий противовес консервативному шествию, и, как бы, давайте считаться с тем, что в городе есть и те, и те. И тут вот это уже какая-то такая политическая история происходит. «Здесь вам не Москва» — это, опять же, лозунг, который подарен чиновникам из мэрии. Мне было отказано в согласовании отдельного мероприятия со словами «Здесь вам не Москва, Артем Александрович». Что это значило, я не очень понял. Ну, наверное, типа, ты же уехал из города, вот и не приезжай больше. В Москве в своей, там, делать, что хочешь, вот, а здесь, как бы, не надо, да? Я подумал, что это отличнейший лозунг в обстановке, когда нас очень просили не трогать никаким образом церковь, потому что Пасха, и не провоцировать. Мне кажется, что церковь мы все сказали в прошлом году лозунгом, Господи, прости, и, как бы, много чести второй год подряд с ними вести диалог. Вот, и мы добавили к этому транспаранту флаг так называемый Соединенных Штатов Сибири. Это Дамир Муратов, омский художник, он придумал такой, как бы, флаг. У него их много. Есть вариации из Кубинского про то, что Сибирь – остров свободы. Есть вариант Великобритании, флага, тоже такой, как бы, Объединенное Королевство в Сибири. Вот, ну, и какой-то такой миф про то, что Сибирь – это такая отдельная сказочная страна. А сепаратизм, я так понимаю, напрягает, все еще остается, ну, не все еще, вновь, не знаю, встал актуальной темой, ну, играем, играем с такими символами. Потому что, в целом, да, здесь не Москва. Это классный лозунг, который, ну, мне кажется, о многом очень говорит. Он может быть использован в любом городе, не только в Новосибирске. Потому что, в целом, есть претензии у россиян к столице. Потому что столица… Везде, где не Москва. Ну, да, да, везде, где не Москва. И даже в целом в Москве я тоже вижу его на стенах в последнее время. Ну, это уже какой-то постмодернизм, как у Магрита. Это не Сибирь. Да, да, да. Вот. Тысяча две, наверное, было последний раз. Ну, вот, опять же, это сложная, как бы, сложная обстановка. Многие люди, например, не хотят идти, потому что… Ну, чё, чё нас, мол, загнали, вот, в рамке, как бы, с мэрией, как бы, с какой-то муниципальной молодежью. И улицу мы сдали. Типа не по центру теперь, вот, как-то это стремно. Ну, жду, что будет в следующем году. Праздник Пасхи и труда. Помогите, меня превратили в плакат. Здравствуйте, вы верите в БГ? Панамские лимоны. Помните, да, какая-то была история с офшорами? Вот, пожалуйста, я не петух. Отдам Лёшу в хорошие руки. Прошлогодний плакат, пожалуйста. Ты совсем поехал или так проездом? Вика. Прещёнка. Вот, и впереди, как бы, идёт какой-то официоз, но тут вот он не очень попал. Салфаки. Вот. В таком духе. Ну, и опять же, да, в ситуации, когда ты понимаешь, что тебя уже вытесняют с главной улицы, надо как-то асимметрично отвечать. Мы ответили тем, что собрали там 30 тысяч рублей, сняли помещение, сказали, теперь мы открываем коммерческую галерею, будем там продавать своё искусство, и выставка, ну, монстрации, как бы, раз нас с улиц как бы вытесняют, мы, окей, открываем своё пространство и будем работать каждый день. И все те же самые плакаты, которые люди вынесли, мы их собрали, развесили, там, 40 метров у нас было квадратных, сделали просто сплошную такую стену из этих плакатов, потом, там, через две недели поменяли экспозицию, что-то ещё происходило, ещё, ну, вот, денег нам хватило в итоге месяца на два с половиной, потом это закрылось, но, ну, мне кажется, что это, вот, попытка ещё, ну, закрепиться, если не на улице, то в качестве институции. Коммерческих галерей в городе нету, и это был такой, ну, странный эксперимент. Мне было понятно, что он когда-то будет прекращён, может быть, попробуем на следующий год ещё раз сделать. Ну, я думаю, что это было. Продолжение следует...